Ты считаешь себя сильным игроком, но не хочешь зарабатывать кристаллы, а реальные деньги? У тебя есть отличная возможность, ведь совсем скоро стартует второй сезон турнира TheSkillet. Это турнир на 20 тысяч рублей, и все, что тебе нужно сделать, это собрать команду из 4 танкистов и принять участие в данном турнире. Все правила, ссылка имеется в описании, поэтому переходим, читаем, ознакомливаемся и ждем начала интересного, замечательного турнира TheSkillet 2. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый видеоролик, давным-давно уже хотел записать обзор на новые дроны, на то, какие они стали у нас, почему именно новые, потому что в ближайшее время, именно где-то неделю назад, у нас произошли изменения в большом количестве дронов, и уже появился один, точно новый, ну как можно сказать, новый старый как бы дрон, но в новом обличии, который уже реально жестко гнет, многие ребята об этом еще вообще не в курсе. Да и я был бы, если честно, не в курсе, если бы не были те ребята, с которыми я играю, которые все это дело тестят, покупают и прокачивают, в отличие от меня, который сейчас, грубо говоря, играет на некачанном дроне, но также успешно его использую, и по сути не хочу ничего менять, сегодня, конечно же, речь пойдет у нас о дроне. Защитник, это тот самый дрон, который был довольно большое количество времени, вообще не заметен у нас игроками в нашей игре, потому что, ну, были какие-то моменты, по которым не было смысла вообще его использовать, был и бустер, был и штурмовик, который нагибал, и никакого такого сверх жесткого профита от дрона, который давал, если не ошибаюсь, в то время в полтора раза больше хп, не было. Сейчас же защитника апнули после последнего обновления, и при фулл прокачке у вас в два раза больше хп, при этом у вас нет кулдауна на броню. То есть, грубо говоря, если вы прожимаете мины, у вас вообще нет кулдауна, вы, у вас спала дашечка, вы сходу в этот же тайминг, как вот сейчас, например, у меня на карте было, сразу же прожимаете следующую броню и сразу же сходу реализовываете свой второй защитник. То есть, грубо говоря, если вы живете на вражеском респе, вы полноценно на постоянной основе катаетесь с защитником. Да, работает его всего лишь 20 секунд, но все же это из той ДАшки, из того пронаренного дропа, это больше половины времени, то есть 20 секунд у вас работает защитник, сама ДАшка работает 30, если вы этот тайминг в 10 оставшихся секунд переживаете, опять прожимаете броню и опять дальше продолжаете догибать. Поэтому максимально четко можно использовать данный дрон и то, что многие ребята до сих пор не понимают, в чем приоритет, в чем его вообще универсальность и в чем его можно реализовывать. Есть определенные вооружения, с которым реально можно эффективно использовать данный дрон. Я скажу сразу, что не всем он понравится, не у всех получится его так правильно реализовывать, но сегодня я расскажу определенную схему, как я его реализовываю, потому что у меня, напомню вам, 7 шагов из 20 прокачан данный дрон. То есть если в фулл прокачке данного дрона у вас вдвое больше ХП, то есть, например, у Хорька будет 4000, то у меня в полтора раза, а именно на 3000 ХП у моего Хорька. То есть это, грубо говоря, титан фулл прокач... вернее, не прокачанный М3. Ну, в принципе, довольно-таки неплохая тема, при том, что все это дело вы используете на легком танке, который довольно быстро может нагибать любого противника. Просто абсолютно любого, и, безусловно, наверное, не во всех форматах у вас будет эффективно использоваться данный дрон, но в моем случае я бы предпочел использовать его именно в формате контроль точек. Также можно использовать в штурме. Почему именно штурм, а не захват флага? Все же там за доставку флага дают хоть и меньше, но шанс того, что вы поставите там не 5, а намного больше этих флагов, все же выше. При том, вы можете довольно-таки эффективно в данном формате контролировать вражеский респ после доставки флага. Потому что определенная зона в штурме респов находится почти везде в одной точке. За исключением, наверное, каких-то некоторых карт, что я могу не сказать про захват флага. Там не будет такого максимально эффективного использования. Там довольно рассеиваются у нас респы на картах, и получается эффективность использования данного дрона будет намного меньше. Поэтому, что касаемо форматов, я бы вам посоветовал бы играть в контроль точек и играть в штурме. Ну, как вы уже видите, и кто следит вообще за игрой на стримах, как я его использую, где я его использую, то это 95% карт именно контроль точек. И почему именно контроль точек? Как вы можете заметить, я почти всегда не пытаюсь стоять именно на самой точке, а выбираю такие позиции, где можно сзади поймать большое количество противника и быстро за счет той самой пушки, которая наносит сейчас в игре максимальное количество урона вообще из всех возможных. И почему именно использование Харька с дроном-защитник настолько эффективно? У вас имеется лучшая пушка, которая наносит максимально большое количество урона вообще из всех пушек у нас в игре. Вам нужно как можно больше ХП, дабы выжить в той или иной ситуации, потому что, если вы, например, будете использовать тот же Гаусс, вы не будете сближаться с противником. Вам в какой-то степени, наоборот, будет лучше использовать бустер, либо же штурмовик, дабы просто жить на расстоянии, и вам не надо там иметь сверхмного ХП. Но здесь же ситуация обстоит совсем по-другому. Вам нужно иметь максимально большое количество здоровья, дабы как можно дольше жить в упоре с противником. Вы постоянно получаете дэмэдж, и за счет данного дрона вы живете намного дольше. При том, что если, например, там будет Титан, который поставит купол, вы прожмете овердрайв, и вы не будете чувствовать их, при том, что у нас в матчмейкинге сейчас настолько большое количество игроков, которые при прожатии овердрайва харьком все равно стоят в этих... в каких-то ситуациях, да, и сходу прожимают овердрайв на своем Титане. Зачем они это делают, когда я, например, на харьке уже катаюсь с овером? Они даже не вдумываются о том, что харьок будет просто в наглую игнорировать ваш резист. Да, есть ребята, которые понимают, которые читают эту ситуацию, но в большинстве случаев игроки вообще не обращают внимания на то, что у вас на харьке, например, имеется овер, и то, что их Титан может просто в секунду погибнуть. Единственная проблема, наверное, для данного вооружения, это все же хантеры, которые бывают прям вот дико бесят в каких-то ситуациях, когда они могут реально попортить вам нервы, они будут жутко, дико, больно прожимать эти оверы в те самые моменты, когда вы вот, например, только заезжаете на вражескую базу, прожимаете, например, еще в этот тайминг овер, и хоп, и все обламывается. И в таких ситуациях эффективное использование может вот резко предотвратиться, если вас данный хантер жестко контрит. Но все же ни для кого не секрет то, что на любом вооружении, если вас будет контрить хантер, исключительно вас в определенных моментах будет реально жестко гореть, и у вас не будет получаться так эффективно использовать любое вооружение, но здесь же ситуация, наверное, более глобально будет обстоять именно с данным вооружением. Второй каткой я пикнулся в штурм, и не сказать, что это получилась какая-то сверх крутая катка, больше хотелось бы просто показать вооружение, но по началу данного боя здесь довольно долго все раскачивалось, но потом противник довольно-таки дико играл, и у меня, грубо говоря, не получилось вообще ничего здесь показать с данным вооружением. Но вот, наверное, есть все же у нас карты, и есть такие моменты, как тиммейты, которые не особо помогают тебе в правильных действиях именно в формате, в плане командной игры, и тебе приходится играть в соло, и это, наверное, то самое исключение. Я не решил там ничего перезаписывать, искать какие-то новые катки, показывать вам, как вот круто можно нагибать. Да, все можно делать, но бывают такие вот исключения, как я и хотел показать в данном случае, когда вас реально будет фокусить, и вы даже имея защитник в соло не сможете сделать, грубо говоря, ничего, но все равно вы будете занимать первое место исключительно вообще спокойнейшим образом, и не будет вас там никто обгонять, если уж команда не идет, то у вас с данным дроном, с эффективным использованием, ну максимальной попыткой эффективного использования, все равно будет все хорошо получаться. Поэтому, друзья, что я вам могу сказать, если вы в данный момент времени не имеете данный дрон, у вас его нет в наличии, вы думаете после такого вот рассказа, то что стоит его прям резко брать и покупать, если у вас в гараже сейчас не имеется ни одного дрона, то я вам не советую вкладывать большое количество кристаллов в этот дрон и просто выкладывать максимум кристаллов, грубо говоря, на стол и делать фулл прокачку данного дрона. Это глупое решение, потому что сейчас данный апп дрона делается исключительно в целях того, чтобы как можно больше людей узнало о нем, выкачало его, ну и потом, конечно, соответственно, будет нерв. Когда будет нерв, никто не может этого сказать, но то, что он будет, я уверен на 100%. Сейчас, как по мне, это лучший дрон в игре, и ничего более нагибаторского в данный период времени у нас просто-напросто нет в игре. И если у вас уже имеется большое количество дронов, например, есть тот же самый защитник, который, как и у меня, не фулл прокачан, вы просто возьмите его, попробуйте поиграть на нем, и вы убедитесь в том, что, например, на таком вооружении, как Хори Жига, можно там использовать Хори Фриз, можно использовать Хори Изи, можно использовать даже те же там Гауссы, но надо более правильно подходить к выбору форматов, к выбору карт, и именно акцентировать свое внимание на том, что вам нужно постоянно находиться в центре всех событий. Вам не надо стоять где-то сбоку, там смотреть со стороны на всю ситуацию, тогда вы не будете эффективно никогда использовать данный дрон. Вам нужно получать дэмэдж, вам нужно находиться в тех ситуациях, где от вас требуется максимальная приемка противника, и тогда эффективность данного дрона будет максимальной. И даже несмотря на то, что у меня сейчас данный дрон прокачан всего лишь на 7 шагов, я целиком и полностью уверен в том, что его можно использовать даже при такой прокачке, и даже в тех самых случаях, когда у вас, ну, не получается что-то делать на карте. Поэтому мой вам совет, берите, пробуйте и накибайте. С вами был мистер Ваньков, спасибо, ребят, всем за просмотр данного видеоролика, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Если вам нравится данного формата видеоролики, понятное дело, что в последнее время не уходит не так часто, но я все же надеюсь на вашу поддержку. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok